Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Следующий перец, который я хочу вам показать, конечно же, вот этот красавец Патриция. Влюблена в него уже давно, много лет, поражает своими крупными плодами, своей такой яркой, насыщенной окраской. Но он не всегда такой красивый, я уже показывала, что в молодости, у него, когда он зеленый в технической спелости, у него такая темная, отпугивающая, вот такая окраска, расцветка. Я даже не представляю, как можно есть перец вот такого темного цвета. Мне он всегда кажется, что он невкусный, ни разу зеленый не пробовала. Потом он начинает немножко вот так буреть, покрываться пятнышками, видите. И потом в конце, когда он уже поспеет, он делается такой ярко-ярко-желтый, вот прям как золотой. Конечно, перчины очень большие. Вот это уже не первые перцы. Вот, сейчас покажу вам. 250 граммов. Это вот для него нормальный вес. Есть и больше, вырастали и более 300 граммов. Но сейчас, так как уже осень, и уже я заканчиваю работу с перцами, самые крупные экземпляры уже у меня изрезаны давно. Я сейчас кратко вам расскажу о нем, но хочу сразу вам сказать, что если предыдущие перцы Венти, Винни-Пух, там, Таежный, я говорила, что их можно вырастить и в открытом грунте, они вызрют в проблемных регионах, с этим перцем у нас так не пойдет. Он может вызреть полностью только в теплицах. Он очень долго формирует свой куст без подвязки, без опоры. Он весь обломается, они очень тяжелые. Ну, сравните, да. Или вот это у меня, я сейчас показывала, Виктория, которая вызрела на улице. Или вот эти перчины. Ясно, что такие огромные плоды формировать он будет очень долго. Нынче для эксперимента посадила на улице. Вызрели только самые-самые первые крайние плоды. Остальное все зеленое. Извините, придется потерпеть звонок телефонный. Написано, перец Патриция. Средний ранний, масса 240 грамм, мясистые, толстостенные, ароматные. Все, больше даже говорить нечего. Ясно, что такие крупные перцы, они очень сочные, они очень сладкие, очень вкусные. Но чтобы их вырастить, нужно обязательно или теплицу, или какое-то временное укрытие, и подвязка нужна, или шпалеры, или колья. Короче, весь спектр ухода придется за этим перцем провести нам. Но зато результат превзойдет себя. До свидания.